Все пьют и едят непрерывно. Нет, ну пить-то всегда можно, потому что жарко... Ну не на людях, я просто хочу сказать, мне часто приходилось и вести занятия. Без перерыва два часа в университете, и никогда рядом вода и еда не стояла. А тут молодые люди непрерывно едят и пьют, как-то даже непонятно. Нет, у меня есть дни, когда я там позавтракаю, выйду на работу и до пяти, до семи вечера... Ну я к тому говорю, что не перед экраном. Не капли воды, не капли еды... Я про экран говорю, в это время можно выключить, пообедать и опять зайти. Я вот о чем сказал. А, ну да, не, не, это же неприлично, я тоже им говорю, да, что-то вы кушаете, что там обязательно при включенном чай... Да ладно, не хотел я там встревать, просто сказал, что такого раньше не было. Так, мы пришли людям рассказать о Христе, о спасении. Вот смотрите, какая книга у нас. Вам видно? Библия. Библия. Да. Вот. Если какие вопросы есть по Библии, по жизни, можете задать, постараемся ответить. Да, вопросов как бы нету, я сам могу задать вопрос, сам могу ответить. Поэтому, если только так поддержать разговор... А, нет, нет, никак. Может, вы у меня можете... Нет, я многое не знаю, но то, что вы мне скажете, я забуду через пару часов. Может, на следующий день я все забуду. У меня память короткая очень. А почему память такая короткая? Ну, природа такая, я не знаю. Значит... Если бы у меня была хорошая память, я бы столько бы людям рассказал, я бы столько бы учил людей. Всякому... Я был в очень многих странах, разговаривал с разными людьми, разные веры, с хорошими, с плохими людьми, разные мнения. Я бы многое очень смог бы рассказать. А из-за того, что память короткая, я, к сожалению, даже вести разговор иной раз не могу. А вы знаете, я про вас не знаю. Обычно память что съедает? Блуд с женщинами. Блуд приедает мозги больше всего. Если незаконная была связь с женщиной, ума большого не жди. Блудник скудаумен, потому что... Вы думаете... Да что думать-то? Я работаю над этим. Вот у меня... Вам сколько лет? Мне 44 уже сколько. Мне 80. 80. Я стихотворение могу... Стихотворение только могу на память рассказывать. Несколько часов разных писателей, поэтов. Да? Да. Я понял. Это Господь меня сохранил от главного греха женщины. Мама наша говорила про это. Это вы, получается, просто вели правильный образ жизни. И поэтому... У вас такая память получается, да? Ну, я не знаю, как сказать. Я много занимался. Вы сказали, много ездили. Я много по Америке ездил. Всю Европу прошли. Я дарил. Нет, нет, нет. Я извиняюсь, конечно. Но вы же сами сказали. Если я... Ну, вести такой образ жизни... И память разъедает. Правильно вы сказали? Правильно. Надо молиться. У Бога просить милости. И Господь благословит. Так вы представляете, я даже молитву запомнить не могу, чтобы молиться. Вот что самое страшное. Да. Иной раз я бы даже хотел бы помолиться. Ну, блин, пару слов скажу и все. Я даже молиться не могу. Ни одного слова плохого не говорите. Ни одного слова не говорите. Я сразу отключусь. Не понял. Какое похоже. Ну, вот тут что-то мне показалось, что-то вы поминать начинаете. Там, блин какой-то. Не, ну, блин это можно. Ну, не надо. Тут понятно, что не надо лучше так. Я с удовольствием. А, мне тоже не надо. Ну, потому что тут, как говорит, нафиг. А нафиг это означает фиговым леском человек по бедрам перепоясан. Он посылает на те же три буквы. Ага, ну, понятно. Ну, злой умысел можно найти в любом слове, как бы. Ну, вы знаете, что Пасха будет через два недели? Через две недели. Знаю. Я даже в этом году собираюсь, вот, ну, как вам сказать. Красная дорожка, вы знаете, что такое красная. Ну, не дорожка, а красная. Красная горка. Красная горка, да? Да, это люди придумали красная горка. Такого нет. Это люди придумали. Ну, люди придумали. Все люди придумали. А, нет. Пасха не люди. Это спаситель мира сошел. А красная горка, яйца катать, все это народное предание. Которые никакого отношения к Пасхе не имеют. Ну, люди так вот уже привыкли куличи печь. У нас тоже это делают. Ну, это не Пасха. Ну, это хорошо. Это просто, что можно при... Ну, собираются родственники, собираются знакомые все на кладбище, к могилкам, к родственникам. А вы знаете, что означает слово Пасха? Нет. Это означает по-еврейски Песах. Выход из Египта, когда они выходили, у фараонов рабстве, в Египте были в рабстве. И Господь сказал, чтобы взяли ягненка, закололи его и кровью помазали косяки и перекладину. И ангел ночью пойдет, будет всех первенцев, кто в семье старше родился, у собаки, у коровы, всех зарежет, убьет. А где увидит кровь, там не пройдет мимо. Вот это Пасха. И они должны были выйти из Египта. А теперь Пасха настоящая. Это Христос, спаситель мира, ягненок. Ягненок, агнец Божий, это Христос, который был распят и в третий день воскрес. Тут вот какая история-то. Мы же от евреев все получили-то. Еврейский народ дал три мировые религии. Еврейский народ дал начало трех мировым религиям. Конечно, и исламу, мусульманству, и иудаизму, и христианству. Сказать бы это мусульманам, а они вообще послали. Как? А куда они денутся? У них Ибрагим, это у нас Авраам. У них Сулейман, у нас Соломон. А там все они не отрицают. Они понимают Инжил, это Евангелие. У нас Мария, а у них Марьян. Вот у нас 35 раз встречается в Библии, а у них в Коране ровно 35 Мария поминается. То же самое, да? Я вам показал Библию, а у них вот эта книга читается священная. Коран, да. Да, и вот такое дело. Но никто не умеет читать по-арабски. Скажите, а в судьбу вы верите? Во что? В судьбу. Ну, судьбу, если так понимать, как люди понимают, нет. Но судьбы Божьи есть, то есть предначертаны у Бога. Судьбы. А не так, что меня Бог... Бог меня не избрал, и поэтому я жулик, потому что отец воровал. Это такого нету. Господь говорит, это Евангелие от Яма Матфея, 11 глава, 28 стих. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Иго моё благо и бремя моё лёгко. Это стих один. А если бы нельзя было прийти, тогда бы и не было сказано это. А раз можно прийти, значит, у меня свобода прийти и уйти. Уверовать или не уверовать? А то, что там... Сколько тебе предначеет... Сколько ты бы не мучился, сколько это всё равно ты уйдёшь в свой назначенный день? Назначенный, да. Так это Господь знает. Но если ты предназначен для спасения, тебя Бог выведет. Это 105-й Псалом говорит. Накажу, но милости моей не отниму. Понятно. Накажу, но милости не отниму. Да, то есть для спасения. Я выведу вас, Господь говорит. Это к евреям Он говорит. Поэтому евреи там сейчас везде на всех должностях. Почему? Вот это интересно, да? Вот евреи вот почти во всём мире, они на главных руководят там и богатые все. Почему они не сделают такой рай на земле? А вот потому, что у них другое. К краю они приближаются. И придут вперёд антихрист, во царице. Дальше системы мира все будут уничтожены. Останется один правитель на всей земле со столицей Верусалиме. И он сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Богом. Послание Павла к Фессалоникийцам 2, 2 глава, 4 стих. И он придёт и будет царствовать ровно 42 месяца. Три с половиной года. И они его готовят. И в Библии написано, все народы понесут им дары. Но думая, что они спасителя нашли, они найдут губитель. Этот мышах окажется антихристом. Они настоящего мессию-то проглядели. Христос пришёл. А они его распяли. И тогда кричали, кровь его на нас и на детях наших. Вот тут теперь и Холокост, и всё остальное. Может, Путина поставят? Да я не знаю. Путин, во-первых, какая нация и что. Ну, тут смеяться ещё. Путин своё дело делает. Войны нету. Ну да, выбрали. Многие не верят. Я говорю, а что вы хотите? Я не понял. Вы хотите, чтобы Путин за несколько лет выровнял то, что там разрушали столько-то десятилетий? Он потихонечку всё делает. Мы большое путешествие предприняли. У меня 38 томов, книги вышли. Я решил подарить их библиотекам мира. И мы проехали из Барнаула до Владивостока. А потом отсюда проехали до границы и прошли до Португалии. Скандинавию, Прибалтику. Везде 650 городов посетили. Я им дарил везде 38 томов. Это 750 евро комплект. А на каком языке? На русском. А вы зайдите... А русскоязычный? Вы русскоязычный дарили? Слушайте внимательно. Вы зайдите на наш канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Да, «Во свете Библии». Там 14 820 роликов наших. 14 тысяч. Мы всё за рубежом снимали. Везде были, как я там выступал, слово говорил в Португалии, как в Испании были. Во Франции отдыхали, в Германии. Но вы с носителями русского языка общались, получается? Нет, общались где-то на английском, где-то на немецком что-то. А так-то мы ехали-то по русской. Ну, договаривались. Договаривались. Люди-то понимают английский. А вы историю глубоко знаете? Кого? Историю, историю. Ещё же не знать-то, конечно. Про Россию, про славян, что там... И про Россию, про славяны. Очень древние. Да. Очень древние нации. Да. У нас там просто... Ну, мы в компании когда собираемся... Ну, инки, хеты, хеты. Мало кто знает, что хеты были. Они с Египтом боролись даже. Хеты. Хеты, да? Да, хеты. Это понятно. И инки были там. Нашли останки славян даже у Великой Китайской стены. Ну, может быть и так. Зарядите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это мои данные. Запишите. Вы не пожалеете. Я прямо сейчас запишу. Запишите. Найдите. Проблем нет. Это Ютуб. Ютуб, я говорю. Во свете Библии. Во свете Библии. Сейчас, сейчас, сейчас. Во свете Библии. Надо карандаши иметь. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. И вот если вы... Ну, это Ютуб. А если вам нужно будет больше узнать, зайдите на наш сайт. Сайт называется. Тоже во свете Библии Игнатий Лапкин. Сайт. Только добавьте сайт. Через Гугл или Яндекс. И у нас... Лапкин. Лапкин. Уменьшительный от слова Лапа. Лапкин и Игнатий. И сайт. Зарядите когда? Вы зайдете на сайт. У нас огромный сайт. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Вы можете слушать Библию. Ехать на дороге и слушать. Архипелаг ГУЛАГ. Златоуст. Богатый материал. Там фильмы о нас государственные снятые. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Мы деревню строим православную. Где? По Алтайский край. Собирайте народ. Ну да как народ. Не больно так, кто присоединится. У нас 5 пунктов. Когда мы разговорим. Первый должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда первый разговор можем вести с желающим поселиться. Да, 5, как это называется, пороков. Не, не пороки. Это пороки? Ну, пороки. Мы говорим, условия на 5 пунктов, чтобы в нем этого не было. И своими силами, чтобы дом построить, хозяйство, скотину, это непросто. А деньги? А вот вопрос. Я сказал, сиди дома, куда ты поедешь? Деньги. Я вот проработал 35 лет, трудовой стаж у меня. И пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Ну, дом не построишь на эту пенсию. Ну, 8 тысяч. Я пока заплачу за мусор, за интернет. У меня есть-то нечего. Я должен с удочкой на берегу сидеть. Я живу в Москве и работаю в Москве. Соответственно. И вот у меня разъездная работа. Каждый день там по квартирам. Попался у меня недавно один клиент. И рассказывает, что... Ну, из таких богатых. Что все его друзья почти в Костроме, под Костромой. Купили землю и построили дома. Потому что скоро будет, ну, якобы будет война. Из Москвы ничего не останется. Ну, во всем мире будет очень сильный голод. Надо купить земли, строить дома. Скотина своя, чтобы была всегда. Да, правильно. Это правильно. Говорят, из Москвы только пробка будет. Из машин 130 километров. Это когда захотят все выехать, да? Ну, представьте, воды не будет. А отправлять все будут. Никакие пломбы не задержат. Все это жижа потечет по улицам и везде. В дерьме утонут. Вот что там 30 этажей. Там давление страшное. Перерубили, все, воды нет. Что дальше будешь делать-то? В холодильнике пусто. Вот тебе уже и Ленинград блокадный. А в деревне-то мы строим у нас что? Ну, немножко у нас земли есть. Там у фермера 450 гектар. Да, это 450 гектар. Это и пшеница у него там вараха навалена, и гречка, и горох. Да, но видите, вы в курсе, что сейчас они семена такие делают, селекцию такую делают, что вот вы урожай соберете, а из этих семян вы уже не сможете сеять обратно. Они не прорастут. Прорастут. У нас все растут. Сеют, и все то же самое. Вот. Вот эти семена нельзя терять, потому что американцы, они сейчас делают такие семена, чтобы только у них покупать. Не надо. У нас свое. У нас свое. И свеклу можно, подсолнечник. Все, что хочешь. Тут даже виноград растет. Красота. Красота. Да деревья, какие рядом, сады бывшие колхозные. Там пили, сколько тебе надо на дрова, суши, и все. Лишь бы... Я сам деревенский, понимаете? Я просто женился на космичке, а сам я деревенский. А вот вы зайдете, когда на наш... Еще есть Mail.ru, мой мир. Система такая, мой мир. Если вы зайдете, там 22 тысячи, 430 фотографий наших. Где вот вы собираетесь? Да, собираемся. Поселок Потеряевка на Алтае. 150 километров от Барнаула. Брат у меня священник, я чтец. Нас Господь благословил. Это благодать Божия, что нас Господь сохранил. И теперь у нас все свое есть. Первым делом храм построили. Потом государственная школа. Государственная. Но учителя все верующие. С молитвы начинается урок. Ну, главное, без фанатизма. А какой фанатизм-то? Мы работаем. Нам некогда дурью заниматься-то. Мы дороги делаем сами. Дороги? Это страшно дорого. Дороги это вообще... Пруды уже 6 прудов сделали, куда рыбу запускаем. Вокруг свои колки называются. Ну, все сажают по деревне. Благо, есть интернет, и можно везде там информацию... Ну, конечно. Да, и покупатели есть. Вот он сегодня приехал с староста деревни. Игорь. А жена у него, как видите, завучи в школе. А он фермер. Ну, приехал сюда. Привез березовки. Березовую соку набрали. Привез 40 литров, чтобы раздать бабушкам. Вы знаете, какое все. Там ни грамма нет, ничего. И никаких там удобрений государственных нет. Все свое. Навоз там и перепревшая земля. Земля с землей. Своя вода. Каждый живет своим мирком. Ну, видите, как. А мы в Москве, вот видите... Вот вы. Не знаю, что творится в мире даже. Живет своим сегодняшним днем, и все. А завтрашний, что будет? А вы знаете, что по Библии Москва будет сожжена в один час? Ну, это когда будет? Когда будет? А Путин-то что сказал? Говорит, ну ладно, там полторы тысячи ракет на Москву направлено, дескать. Ну ладно, мы погибнем. Но мы мученики будем. А вы, говорит, все равно сдохнете. А вы все равно сдохнете на американцев. Молодец, Путин. У него юмор хороший. А мы, говорит, их в сортире мочить будем. Ну, слушайте. Ну, Москва защищенная. Самый защищенный город в мире. Ну, о чем говорить-то? Наоборот, говорят, американцы... Слышали этот вулкан? Сегодня-завтра там заработает. У них вулкан. Ну, да, да сколько раз уже говорят. Их не касается. Придумать. Ямельцканцы сказали, если взорвется вулкан, то мы пустим ракеты, чтобы не мы одни страдали. Да это глупость. Это нарочно говорят. Это неправда. А что Москва сгорит-то? Это откровение апокалипсии с 17-18 главы. Великий город называется Блудница. На Звере Багряном. Она на Семи горах должна быть. А Москва на Семи горах как раз находится. На Семи холмах. Это поэт Глинка пишет, Федор. Почему? Потому что написано Павел Вавилон, Великая Блудница. А Вавилон толковали Рим. Но никто не знал, что Рим будет не один. Константинополь-то Рим второй. А Москва сразу подхватила Рим третий. И когда в 1453 году они захватили Стамбулом сделали. И Россия третий Рим. Третий Рим. Вот оно и получилось. Рим. Рим. Это Вавилон. И что? В каком веке это будет? А кто его знает? Может ночью сегодня? Да, да, да. Мы не знаем, дорогой. Не знаем. Но знаем, что это так будет. А подождите. А скажите, пожалуйста. А вот таких не пророки, а там гадалки или что-то. Про Вангу. Что вы скажете про Вангу? Ведьма. Ведьма? Конечно. Да. Но она-то храм-то построила на своей... Ну, еще храм. Еще толку-то храма этого. Когда не во имя Христа. Они ее именем назвали там. Видел я, белый, красивый храм. Она колдунья была. И она сколько врала, и все. На десятый раз, говорит, проверяет, и еще нету этого. Но она-то пророчила как раз, что Россия великая страна, что она поднимется, что туда-сюда. Ну, они все ждут от России. Греки тоже, чтобы мы с Самбул завоевали. Говорят, русские-то, а мы воевать не будем. И чтобы отдали им. Ну, дурят. Когда сказали... Каждый свою повезу пророчит, короче. Да. Россия, говорит, только для русских. А Путин выступал и говорит, это могут сказать только ненормальные люди или придурки какие-то. Придурки. Потому что как так? Россия для русских. Тогда в Израиле русским делать нечего. В Германии будут выгонять их. Да весь мир перед людьми открытый. Я могу поехать сейчас куда хочу. И поселиться, если получу гражданство. А то Россия для русских. Я слышал, что Россия, ну, если так дальше пойдет, то Россия закроется ото всех. Да Бог его знает как. Даже интернет, даже все закроет. Ну, это давно говорят. Но пока Бог милует, мы нормально разговариваем. У нас и родственники есть, и в Америке, в Германии, во Франции. Да во всем мире родственников. У меня лично во всем мире тоже родственники, знакомые. Работают, живут. Да. Поэтому если закроется, то это непонятно. А как общаться? Да об этом не надо помирать. Нужно молиться. Вот мы каждый день молимся такой молитвой. Господи, пошли добрых благовестников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Господи, коснись сердца правителей, сохранив их от покушения на них. И дай им страх твой, святой, дабы они были полезны для церкви и дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. Косни сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Эрдогена, Амана, Нурсултана. Даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Да. Первый раз слышу такую молитву, коснись сердцем. Да, мы всех правителей поминаем, всех. Молимся и за Папу Римского, и за всех, чтобы Бог дал мир. Нам враждовать зачем? Мы христиане. Нам, да, нам нужен мир. Ну вот у вас, если будет желание, вопросы будут по скайпу, запомните, по скайпу. Вы только, Игнатий Лапкин, зарядите, я один в интернете с этим именем, фамилией. Хорошо, если что, свяжемся еще. Вот так. Я вас понял. Спасибо большое за хорошие слова, за добрые слова. Так, вы заходите на наш ютуб, на ютуб-то, вы увидите там нашу беседу, там увидите. Нашу беседу увидите. А вы что, записали, что ли? Обязательно. Да, хорошо. Ладно, всего доброго, до свидания. До свидания, с Богом. С Богом. Давайте. Давайте.